Путин объяснил, почему Россия не добывает сланцевую нефть тем, что существующая технология добычи недостаточно экологична, и надо подождать, пока не появятся новые способы. Что касается сланцевой нефти, ну давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом у них цап-царап. Посмотрим, вообще мы заинтересованы в этом сегодня или нет. Цап-царап – это сущность путинского мира. Этим людям не надо развиваться, не надо выращивать своих ученых и вкладывать деньги в новые открытия. Им надо только сидеть в засаде на обочине цивилизации и ждать удобного момента, когда можно стырить у других. Все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Это просто чушь, бред собачий. Россия давно уже существует исключительно по принципу цап-царап. И в первую очередь цап-царап у собственного народа. Состричь еще денег с населения под благородным предлогом. В России собираются ввести новый вид социального страхования по уходу за пожилыми людьми от 60 лет. Деньги планируется искать в наших карманах. Зарплаты трудоспособного населения планируется взимать на 1% больше взносов, чем сейчас. То есть отчисление в фонд социального страхования составит 3,9% вместо нынешних 2,9%. Этот лишний процент отчисления по замыслу правительства должен будет гарантировать человеку, что в случае старости и в первую очередь недееспособности он получит пакет услуг по уходу, в который войдут трехразовое кормление, мытье и уборка. Друзья, я считаю, что люди пенсионного возраста, особенно те, кто недееспособен, сейчас самая незащищенная группа населения. Мне не жалко этот процент от зарплаты, но мне непонятно, почему государство перекладывает заботу о стариках на плечи обычных людей. Денег нет? Не рассказывайте. У нас профицит федерального бюджета больше 2,5 триллионов. В фонде национального благосостояния 7 триллионов 900 миллиардов, а в ЗВРах, это золотовалютные резервы, рекордные 34 триллиона 700 миллиардов рублей. Это если пересчитать в рублях. Разве обеспечение достойной старости пожилым гражданам, которые всю жизнь платили налоги, делали отчисления в различные фонды, не обязанность государства? А зачем нам тогда? Вообще государственная система нужна, если мы сами можем себя содержать. У нас нет цели истратить во что бы то ни стало эти деньги. Нам результат нужен от этих расходов. Результат, который должен выразиться в увеличении темпов экономического роста, в повышении производительности труда, в улучшении качества трудовых ресурсов и в конечном итоге отразиться на благосостоянии людей, на росте их реальных доходов. К 2020 году россияне в среднем будут получать 2700 долларов. Семья из трех человек будет иметь не менее 100 квадратных метров жилплощади. И годовая инфляция снизится до 3%. Понятно, спасибо. Средний класс будет составлять более половины населения страны. Такие прогнозы делали эксперты в далеком 2008 году. Они называли эту концепцию прорывным сценарием. Я просто промолчу. Месяц остается до наступления нового 2020 года. Все выполнили. Да. Сначала было мочить в сортире, теперь еще и ЦАП-ЦАРАП. Две государственные установки. Убивать по-тихому, где удастся, и воровать все, что получится. Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов. Но логика свихнувшегося гебиста не работает в случае с Роскосмосом, который не может ЦАП-ЦАРАП технологии Илона Маска уже 5 лет. Мы восстановим свое РНМ в качестве главного ямщика космического. Мы же не можем, как Илон Маск, возвращать нашу ракету. Почему? Потому что они стартуют с Канаверал и подгоняют морскую платформу в ту точку, где должна свечкой сесть первая ступень. Мы-то где будем сажать ее? В Якутии, что ли? Это невозможно. Физически, из-за географических особенностей. Это просто чушь, бред собачий. Чтобы копировать иностранные высокотехнологичные разработки, необходимо иметь инженеров и технологическую базу чуть более низкого или равного уровня. Ни того, ни другого в России давно нет. Акции Тесла на Нью-Йоркской бирже выросли за месяц на 41%. Кто-то верит в себя, привлекает инвестиции и создает будущее. А кто-то ворует миллиарды, распихивая их по Швейцариям и надеется на то, что обворованную страну спасет еще одна кража. То есть цап-царап. Цап-царап. Посмотрим, вообще мы заинтересованы в этом сегодня или нет. И задешево купим. Как бывает, этот цап-царап от сказочного можно посмотреть на примере покупки устаревшего оборудования AMD для производства процессоров. Купили по очень выгодной цене для AMD, а оборудование уже как 10 лет даже не распаковано. Стоит на спецскладе, за который продолжают платить аренду. Технология была устаревшей даже на момент покупки, не говоря уж о сегодняшнем дне. В прошлом году объем рынка микроэлектроники России составил около 2,8 миллиарда долларов. При этом доля импортных продуктов составляет 83%. Правительством принят проект стратегии развития электронной промышленности до 2025 года. Одним из важных направлений станет развитие собственного производства микросхем. Это цеха нового зеленоградского предприятия «Ангстр-МТ». Оборудование, которое здесь установлено, позволяет изготавливать чипы с топологическим размером 90-130 нанометров. Конечно, современные мировые лидеры способны выпускать продукцию размером 65 и даже 32 нанометра. Но для нас и это прорыв. А нам нужно осуществить, я говорил об этом не случайно в послании, прорыв, рывок. Мы можем это сделать. У нас есть для этого все основания. Вот так считать и добиться такого результата. Завод микроэлектротехники «Ангстр-МТ» признан банкротом. Вспомните хотя бы йотафон от Чемизова или планшет Чубайса. Все это хлам, на который из карманов граждан РФ потрачены миллиарды долларов. Уникальный планшетный компьютер представил на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным глава Роснана Анатолий Чубайс. В отличие от западных аналогов, новое электронное устройство сделано не на кремниевой основе, а на базе специального пластика. По мнению Чубайса, такой компьютер способен облегчить жизнь российским школьникам. Сто процентное российское изобретение. От деталей? От деталей, к сожалению, иностранные. Вот это поворот! Путинское ЦАП-ЦАРАП на форуме «Россия зовет» – не просто очередная низкопробная шутка, характерная для российского президента, который считает свой юмор смешным. Но никто не может ему намекнуть, что здесь он глубоко ошибается. Человек просто не способен без бумажки построить фразу по-взрослому, а потому искрометит на уровне детского садика. Вы сказали, что работу Центрального банка-удовлетворителя, то вы им тройку поставили? Это смотря по какой системе. Может, если по трехбальной, тогда это будет отлично. Хорошо. А то расстроятся потом, будут переживать. Не расстроятся. Они крепкие там девушки, ребята. Девушки и стыки. Хорошие там, да. Возрастное это или просто уровень развития так и не поднялся – вопрос интересный, но не сейчас. Здесь более важен подход к проблеме. Вопрос на самом деле предельно простой. Представим себе условную и сугубо сферическую ситуацию, напрочь оторванную от реальной жизни. Вот предположим, ты убил экономику огромной страны. Ты, твои друзья, все эти нувориши, которые доедают созданное не ими. Зафиксируем это и забудем. До будущего трибунала, надеюсь. На плаву держатся только добывающие отрасли. Нефть и газ среди них важнейшие. Они настолько важны, что ты начинаешь и ведешь две бесперспективные войны, вколачивая туда миллиарды. Логично ведь, чтобы, сконцентрировав в руках все ресурсы, бросить их на то, чтобы вывести именно эти отрасли в мировые лидеры. Бросить любые деньги на то, чтобы развивать технологии добычи этого самого газа и нефти, из чего только возможно. Втыкаешь буровую хоть в камень, хоть в песок, хоть в арктический айсберг и качаешь нефть матушку. Гонишь ее партнером и приятно шелестишь долларами в кармане. Причем речь идет о технологиях, опережающих твоих конкурентов хотя бы на 5-10 лет. Просто потому, что первый всегда снимает все сливки, а те, кто приходит потом, вынуждены подбирать оставшиеся объедки. Что же нам говорит совершенно неусловный Путин? А все предельно понятно. Мы не будем вообще ничего развивать. Мы подождем, а потом купим. Задешево. Проблема в том, что задешево продают то, что самим уже не нужно. То, что нужно, просто сбросить. Ненужный балласт. Как самолет. Вначале он новенький, летает в Европе или США. Затем его сдают третьеразрядным бантустаном вроде России. А Россия, ушатав подержанную иномарку до полной выработки ресурса, спихивает ее на кладбище самолетов. В Африку, где она благополучно рухнет на какой-нибудь местный рынок или жилой дом, похоронив с собой пару сотен местных аборигенов. Вот примерно такую схему нам и рисует неусловный Путин. Американцы снимут все сливки и перейдут на другие, более новые технологии добычи нефти и газа. А Россия за смешные деньги купит у них устаревшую технологию, которую и будет использовать у себя. Гениально. Зачем тратиться на науку, технологии, строить какие-то непонятные опытные и промышленные производства, если можно просто купить или даже украсть? Что еще понятнее и привычнее для помоечной братвы, которая мнит себя российской элитой? Цап-царап. Это ведь не про покупку, а как раз про украсть. И какой вывод следует из этого сомнительного президентского юморка? Да очевидный. Эти не намерены развивать даже отрасль, с которой они качают свой гешефт. Вообще не намерены. А тогда с какого перепуга ожидать, что они будут вкладывать в развитие вообще бесполезных отраслей? С их точки зрения. Всякие там промышленности, образование, здравоохранение. Подход простой. Цап-царап. Что получится? Купим или украдем. А не получится, ну не судьба. Живите как-нибудь. Элита, собранная из воров, не может и не будет думать иначе, чем обычный карманник. Его задача – отвлечь внимание клиента и запустить руку в чужой карман. Все. Это и есть потолок развития и понимания стоящих задач у таких людей. И другого у них не будет никогда. Вы знаете, у нас есть тоже, что предложить. Это трубопроводный транспорт. Это авиация. Это тот же самый железнодорожный транспорт. Это все. Автомобильные дороги. Здесь электроэнергетика и линии передач электричества. Развитие интернета. Вы знаете, у нас очень много таких продуманных и конкретных предложений есть для наших африканских друзей. Надеюсь, они будут реализованы, в том числе и в Нигерии. Продолжение следует...